У вас есть право в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации. Какое-нибудь физическое и психическое воздействие на вас оказывается, в связи с тем, что вы давали именно показать? Кулай, расскажите, какого числа вы прибыли на место, где состоялся сбор все остальные группы. На праве, the interrogator. На праве, the accused. His name, Нопаша Кулаев, the only known terrorist to survive the raid on No. 1 school in Beslan. Какого числа вы прибыли на Беслан? Первый год. A school concert a few weeks before the terrorist attack. Азамат Тотьев is 12 years old. He comes from a big family, and when the new school year starts in Beslan on the 1st of September, he'll be there with his sister and the cousins who live next door. The borderlands of Ossetia and Ingushetia, two Russian republics close to Chechnya. These are the roads heavily armed terrorists chose early in the morning as they reached out through the mist to bring Chechnya's war to school No. 1. September 1. All over Russia, families gather for the festival of the first bell, celebrating young children's first day at school. These pictures show how it should have been. This is how it had been in Beslan the year before, and all the years before that. ... 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 Ручки и карандаши, до свидания, дружки, мы уже не малыши, в наших новеньких подселях. Книжки новые лежат, говорим мы, здравствуй, школа, до свидания, детский садик. Для нас право получить ключ от страны знаний предоставляется учащице первого класса, обслуживая старинка. Спасибо вам, Мадима. Честно говоря, я даже и не поняла, что произошло. Я же говорю, из-за музыки, которая играла, смех детей, мы разговаривали, мы даже как-то не заметили, что нас окружили. Субтитры создавал DimaTorzok In recent times, terrorism has become a kind of theatre. It demands spectacle. It demands an audience. It demands sacrifices. In 1995, Chechen terrorists seized a hospital. 150 hostages died when troops stormed the building. The terrorists were commanded by Shamil Basayev. In 2002, Basayev's men took 900 people hostage at a Moscow theatre. This time, 129 hostages lost their lives. And once again, government troops stormed the building. For three days at the beginning of September, Beslan was the stage for another cruel and bloody performance. Trapped now inside the school were over 1,200 people, mostly women and children, some no more than babies. Their only hope of survival was that somehow someone would strike a bargain between the ruthless men who had seized them and an uncompromising Russian state. It is just after 9.30, moments after the terrorists had seized the school. The war which was won by Serif even 일단 was £4. The war was anookie to be made a senator. Мы сначала загнали в классы. Там нас продержали какое-то время, и там что творилось, суматоха вот этот. Женщины кричали, искали детей своих, это слезы, это... Ну, как-то сразу поняли, что что-то случилось ужасное. Потом нас стали партиями вводить уже как классы, стали вводить уже в коридоры и идут в спортзал. Вот, потом мы стали развешивать, как гирлянды, как новогодние эти бомбы в корзины стали закладывать. А мы сейчас сидели в таком месте, что вот рядом с нами вот так была корзина. Туда, потом вот эта шведская стенка, она не висела тоже. Вот так по проходу, вот так провода, и вот так по всему периметру как-то. Позорные устройства находились в спортзале и в гимнастическом зале, то есть там, где находилось основное количество людей. Каждый террорист, их всего три, находилось в спортзале, которые дежурили на ключах, контролировали свою цель. The interrogators of the surviving terrorist have pieced together the scene in the gym. Значит, а террорист вот этот вот, который контролировал вот эту цепь, вот этот контролировал вот эту цепь, вот этот контролировал вот эту цепь. И четвертый террорист, находившийся вне зоны досягаемости, на втором этаже коридора, он контролировал всю цепь. То есть всю цепь мог взорвать мерзавец, находившийся на втором этаже. С самого начала мы поняли, что это не шутки, когда на наших глазах убили родителя. Он пытался успокоить всех нас, а боевик заскочил, и тут же, не предупреждая, он его застрелил. То есть пока я повернула голову, я смотрю, уже человек лежит, бледный как полотно. И часа два он пролежал на глазах у всех в зале, на глазах у его двоих сыновей. У нас, когда в зал с окна, сразу встали две шахидки. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Они нам сразу сказали, мы пришли сюда умирать, потому что наши дети так же гибнут. И если Путин сжалится над вами, и ему будет это нужно, если вы кому-то нужны, то вас освободят. И вот это лужо крови от того мужчины, который лежал вот возле меня, и мы пытались его как-то остановить в кровотечении, вот что у нас не получилось. И вся моя юбка, она была вся в его крови. Я никогда не думала, что кровь такая тяжелая может быть. Дополнительно еще кричу, дайте бинты, дайте, вот у меня раненые здесь, дайте. Когда я их уже хорошо достала, и один из них в мою сторону, раз, так резко. Ты что здесь самая смелая, становись в угол на колени. А я вот то ли со страху, то ли вот, как сказать, думаю, ну блин, ну что такое, да, ну вот как вот это вот, да. И я даже вот через маску, да, проглядела, что он, вот это его трехдневная небритость, да, то, что он рыжий, то, что он еще конопатый. Я говорю, надо же вот, да. И я ему говорю, так отвожу, дуло автомата, и вот так, говорю, ты что здесь, хочешь театр устроить? Вот сейчас вот здесь при женщинах, которые в страхе, да, ты хочешь устроить театр? Вот при моих детях. Mid-morning. Local men exchange fire with the terrorists. From inside the school, they send a warning. Kill one of us, we kill 50. Kill five of us, we blow up everything. With this warning, all shooting from the outside stopped. The fathers and neighbors who had rushed to the school knew that the fate of their loved ones was out of their hands. The terrorists named the four men they wanted to talk to. At 2 o'clock, Aslanbek Aslakhanov, President Putin's advisor on the North Caucasus, called the school from Moscow. Я говорю, я готов не медленно уезжать. У нас есть предмет для разговора. Вы готовы со мной разговаривать? И вот здесь его взорвал, он взорвался. Что вы, говорит, врете, говорит, все? Мы, говорит, у нас здесь более 1200 человек, из них 70% это дети. Есть, говорит, убитые, а вы, говорите, предмет переговоров, разговоров и так далее. Если вы так будете вести, мы начнем расстрелять, будем выбрасывать трупы, вы тогда поймете, насколько это серьезно. Потом они стали выводить, вот смотрели из зала, выбирают таких самых крупных мужчин. Они их выводили, так в ряд построят, весь человек вывели. Через некоторое время опять выводят, ну, человек 15, вот таких вот, которые были в теле, которые могли, видимо, они их боялись, что они могли какое-то сопротивление оказать. То же мы увидели куда они их дели, непонятно, но вот стрельба вот эта вот, да? Тоже вот о судьбе их мы пока сидели там ничего не знали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. This was a performance staged for Moscow, and now the terrorists waited to see how Moscow would respond. Субтитры сделал DimaTorzok. Inside the school, terrorists watched the government spokesman on TV. They knew they had 1,200 hostages. Moscow was toying with them. The terrorists retaliated. They stopped giving their captives any water. You know, уже на вторые сутки уже начались какие-то сомнения появляться, что... Когда я нашла свою подругу, тебе, Альбину, я говорю, Альбина, она же двумя детьми была. Я говорю, Альбин, как-то вы без воды. Ну что, что? Я говорю, она говорит, ну что? Вот, говорит, мальчик, говорит, у меня по-маленькому сходил, и прямо, говорит, тут же, там есть бутылки, он это все выпил залпом. Вы представляете? Дети пили мочу. А вы видели плачущих учителей? Нет. А испуганных взрослых? Конечно, там все почти испуганные были, не только взрослые. Все. И были. Боевики были очень довольны, веселые. ходили без масок, обращались друг к другу чаще по именам. Одного из боевиков его звали Али. Он все переговоры вел рядом со мной. Вот ребят попросили, Али, можно в туалет, Али, можно в водичке? Ну, он поначалу отвечал, отпускал, там, какие-то знаки внимания оказывал детям. потом, в конце концов, ему это надоело довольно быстро, и он им сказал такую фразу, «Какой я вам Али? Я бандит, я террорист, я пришел вас убивать. Какой я вам Али?» Самый страшный был с прострельной рукой? Да, самый хороший, вот, не знаю, вот молоденькие, такие были, более-менее были. Те, кто помоложе, они были самые, ну, более-менее, нельзя сказать, что сила хорошая, более-менее добрая, те, кто вот постарше, они были более злые. А с прострельной рукой почему был? Доходов? Он самый, ну, говорил, что он самый главный, вот, кричал на всех прикладах, заставлял, ну, когда вот все выстраивались, говорил, что, нет, больше не пускай в Толя, через час, да, вот только, потом еще раз, вот так. По крайней мере, он говорит, Владимир Кодов был самым cruelest из-за террористов. Но, когда Лариса demanded bandages, он был впрестан с ее повреждения. Теперь он сделал предложение. Он говорит, «Сколько у тебя здесь детей? у тебя есть Я говорю, «Трое, два мальчика и девочка?» Значит, ты выводишь своих детей, выводишь, может быть, кто-то у тебя здесь близкие, их выводишь, за это мы на тебя одеваем шахнетке. Я согласилась, я на этот пояс. Побоялась. The two women wearing suicide belts disappeared after the first day. Investigators suspect their leaders blew them up when they complained they hadn't known the hostages would be children. A day and a half into the siege, the terrorists blow up a car. None of the negotiators demanded in the terrorist's note has shown up. The security services fear they'll be shot if they enter the school. Around three o'clock a small convoy approaches, ringing a new negotiator. As a politician, Ruslan Aushev had been sympathetic to the Chechens. Now, from the headquarters of the siege operation, he phoned the terrorist leader, Ali. I said, I would come to Ruslan Aushev, and I wanted to go and talk about the liberation. They said, how I should go. А вы попросили какие-то гарантии перед тем, как идти? Моей? Нет, конечно. Что было, то вот что там. Ну, убили бы, убили бы. Сейчас подготовлюсь чуть-чуть, и что было? Моя могу. Меня встретили двое в маске. И потом зашел в школу. Ну, я видел людей. Они не были какие-то, как некогда, под наркотическим опьянением. Не были, они были вполне уверены, трезвые. Я же сейчас давай еще убить. То есть вы думаете, они готовы были умереть? По крайней мере, так говорили. Ну, я не верю, что все так. Потому что хотят умереть. Кто-то настроил себя на смерть. Кто-то рассчитывал уйти. И так далее. Я зашел, потом попросил, чтобы они показали мне заложникам. Я увидел битком набитый зал. И сразу понял, что здесь порядка тысячи заложникам. На что я обратил внимание сразу, это были грудные дети. Аушев пришел совершенно неожиданно. Потому что, я же говорю, его никто из них не вызывал. Ну, какая-то надежда у всех появилась, честно говоря. А потом мы стали говорить. Пришел один из боевиков. Вытащил с кармана, уложен уже такой аккуратно сложный листок. Видно, заранее плодирование. И передавался требование. Написано было его превосходительство Путину, президенту Российской Федерации, от раба Аллаха, Басаева. Басаева. Кто else? Мастер-майндер-хоспитал сейдж. Мастер-майндер-театр сейдж. И опять, the inevitable demand. Россия must get out of Чечни. Я думал, что очень сложно будет решать. Я сказал, ну, хотя бы, ладно. Грудных-то отпусти детей. Там он попросил. Отпусти грудных. У тебя же, наверное, тоже дети, наверное, есть или были. Он подумал, что ладно, дети отпущу. Тогда к нам зашел боевик и сказал, что сейчас вас грудными детьми будут выпускать. Сейчас вот странно, но в той ситуации мы даже их благодарили за то, что нас выпустили. Это я была только вот со своим племянником, еще одна женщина со своей внучкой. Остальные же были со своими детьми, школьниками. Вот, и они мне разрешили их забрать оттуда. Они все оставили своих... Одна женщина, она не согласилась вообще. Она отказалась выходить, сказала, я не выйду. Это Цкаева Фатима с нами. У нее трое детей было. Она сама погибла со старшей девочкой. Он сделал так много, как он мог. Внутри минуты, террористы требования были в Москве, а также с urgentным сообщением. И я прошу, я прошу, чтобы все вы проявляли выдержку, чтобы мы могли вас еще раз проинформировать о том, что еще какое-то количество людей отпущено. То, что я могу вам сказать на этот момент. Извините, пожалуйста. Потом же и эта валитва, когда на разговор про семью, он говорит, мою семью с вашего аэродрома взлетел самолет, прилетел в наше село и разбомбил его, хотя там не было ни боевиков, ничего. Моя жена погибла с пятью детьми. Кстати, говорит, она похожа на тебя. И тут и раз, какая-то зацепка, что за это можно ухватиться и что-то пытаться, хотя бы какие-то поблажки, хотя бы что-то. С нами они стали еще грубее. Вечером второго дня уже никакой воды, никаких тряпок, ходов без конца, бегал по проходу и кричал, ну-ка всем, начиная с 10 лет, руки вверх, зайчиков, играть будем и заставляли нас сидеть в такой позе. на сегодняшний день. На сегодняшний день, Путин's advisor, Аслаканов, телефонил в школе опять. Аслаканов, тряпок, он говорил с террористов-лидер, Али. президент сказал, все возможное и невозможно сделать, чтобы спасли детей, идти на все. Но первые два требования не выполнимы. Они получили их встречу, но внутри школы, террористы были эджи, irritable. Латер, инвестегатуры discovered this message on a tape recorder, left behind by the terrorists. Тут маленькая лужа. В округе нет ничего, ни озер, ни рек. Абсолютно никакой источник воды, ничего нет здесь. Лишь деревья, листья и звери. Тут находится маленькая лужа. Что меня интересует? Вопрос. Откуда тут взяли лягушки? Я потом обратно зашел, взял и сел на эту растяжку, вот автомат, вот он его туда-сюда, вот так кидает, руки на руку. И я подсела, я говорю, Али, ну что там? Наша судьба получается в твоих руках, и вот что это? Вот с этой молчит, как-то смотрит вот так перед собой, и мне показалось, что он пел песню какую-то. Я говорю, а что это за песня такая? Он говорит, это не песня. Я говорю, а что это? Молчит и так вот это. Это я плачу. Это не песня. Стоп, прям отсюда. Вот это из глубины души. Я говорю, что, наверное, все или что? Что не получилось или что? Я не хочу ногу с растяжки поднимать. Меня заставляют это сделать. Не хотят говорить. Сказал, что вот как мы сказали, что нет в России, никогда Россия не будет говорить с террористами, что нет этой проблемы. Примерно он мне так сказал. Я говорю, что это значит? Я не знаю, что это значит. Мне сказали, вот тебе полтора дня, что хочешь, то и делай. И тут до меня доходит, я говорю, ну не может быть, чтобы тебе так сказали, может, ты что-то не понял. Я понял. Я понял все. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, кто вот с камерами со светом, глаза мне светить очень здорово. Светом? Я понимаю, да, у человека эмоции. Другой. И начинается, ну, спокойствие нашей силы. Вот это вот я хорошо запомнила, что мы уже думали, что еще сутки и дети начнут умирать. Вот мы об этом стали, вот в какой-то момент мы разговаривали об этом, что дети уже не выдержат. Если взрослые могут еще как-то продержаться, то маленькие дети, они не выдержат этого. Без пищи можно, без воды нет. У нас в запасе 8-9 дней. Сегодня, сегодня угроза жизни, даже без воды, сегодня нет ни одного ребенка. Это я вам говорю, как детский доктор. на третьи сутки под утро, это были его последние, что я от него помню, и то он мне сказал, мама, смотри, какое красивое утро, значит, говорит, все хорошо закончится. Потом он через время мне сказал еще, мама, говорит, я тебя очень сильно люблю, ты, говорит, всегда все делала для меня. Мы поцеловались с ним три раза, потом он мне стал бредить. Мне, говорит, здесь горит, мама, положи мне что-нибудь, говорит, сюда холодное. И все время меня просил холодное. Мне потом сказали, что он у меня от сердца умер, мне кажется, у него там случился инфаркт, наверное, не знаю. Ваш президент замечательный, просто молодец. Он полностью на вашей стороне. Единственное, что он все время говорит, президент ваш, не нужно штурма. Какой был компромиссный вариант, на который готово пройти правительство в разрешении этой ситуации? Ну, первый, который устал и одну, и другую сторону, это мы готовы были всех тех, которые в разных тюрьмах сидели, бывшие участники нападения на Ингушетии, обменять их на детей. Это без вопроса сразу было. А был бы предложен коридор? Коридор, чтобы они ушли? Ну, конечно. Я абсолютно в этом не сонимаю, что пускай уходит. Мы найдем потом. У меня-то, видишь, митрофон, мы записывали. работа, которая проводилась, уточнялись списки тех, кто может находиться в заложниках. И на этот час в этих списках 354 человек. как может быть первого сентября 300 детей в школе, если это первый день учебного года и самая большая школа района. Как может там быть 300 человек заложников? К сожалению, на этот час мы не можем сказать, что учебные снижения вместе с родителями. Третий день уже было понятно, что если не они нас начнут просто расстреливать, потому что мы уже были неуправляемыми, то начнется массовое или начнется массовое сумасшествие, потому что оно уже в глазах было у женщин. Крики детей, плач детей, которые просят воду, которые кричат, которых уже невозможно остановить. Они вначале запугивали выстрелами, детей пытались успокоить, дети успокаивались. Потом зал стал неуправляемым. И вот через какое-то время, знаете, вот этот гул нарастал, вот этот наш, вот все время, вот платье, вот эти разговоры. И что я заметила, даже террористы перестали стрелять на три сутки, да, вот какой-то момент, они уже не стреляли, но этот гул стоял. Ужас, этот... в Москве, Аслаканов prepares to leave for the meeting at 3 о'clock. In his briefcase, the names of 700 celebrities willing to be exchanged for the children. on the streets, the men of Baslan waited with their guns. It's 1 o'clock. Baslan's people are listening to the news. говорится, захватчиками школы о доставке еды, воды и медикаментов для заложников. Всю ночь со стороны школы стреляли из автоматов и гранатометов, утверждает корреспондент газеты коммерсант Заур Фарниев. Мы связались с ним по телефону. Заур, здравствуйте. Что в эти минуты происходит близ школы? Здравствуйте. 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 Глаза открыла, ничего не слышу, везде туман, я ни с криков, ни плачу, ничего не слышала, видимо, оглушена была. Взрыв, во-первых, и во-вторых, мне уши заложило, потом на меня посыпался песок, и я открываю глаза и смотрю, на мне что-то легкое, или потолок, или что-то, я не знаю, но он был очень легкий, я его с легкостью откинула. Знаете, на нас что-то стало капать, у нас, вот знаете, вот что-то, вот у нас кожа стала, вот тело стало гореть, понимаете, я даже не знаю, потом нам сказали, что это пластика была, она вот стала течь, а мы же открытые. Два взрыва, мы вышли на связь, сказали, что вас там произошло, и вот этот, в принципе, нас штурмили. Если официально не штурмили, то кто? Они стреляли, аполченцы, а их там было очень много, они плотно подошли к школе, и начали, те начали стрелять, и они пришли, хорошо. С самолета вышел, меня стрелять, я иду, и раздается, один хлопок, потом взрыв, и потом началась стрельба, и я говорю, ем, да неужели штурм начали, ведь президент же запретил штурмовать. The army was now fully involved in the attack. The terrorists' reaction suggests the first bomb was accidental. But investigators believe the second was calculated. Первый взрыв произошел вот здесь вот. А почему вы думаете произошел второй взрыв? Даже если первый взрыв был произведен из-за неправильного обращения с ключом, то второй взрыв, они уже целенаправленно хотели уничтожить всех. Значит, со штурма, они как, ну, все, привет, Путин, а Лахарь, Барин. Я поняла, что Верочка уже мертва, у нее осколок вошел сзади, видимо, в голову, потому что нигде никаких повреждений не было, а из глазок выступили слезы красные, кровавые слезки, она стала меняться уже в цвете. Паника началась, и все начали выбегать через окна, потому что их выбило. И вот пока дым был, они, наверное, не знали, в кого стрелять, они пока перестрелку не вели в самом зале. И пока дым был, первые три минуты мы начали выбегать. Но самое главное, вот уйти от этого места. Могу сказать, что в этот момент я даже, знаете, забыла о своей девочке, о Кристине. Вот я чувствовала, что вот эти девочки где-то рядом, потому что мы вместе были, вот это я почувствовала, что они были рядом. А вот девочку свою я даже не видела. Она потом рассказывала, что она бежала за мной. Стоять, стоять, стоять! Еще есть? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Слышны громкие крики «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Я думала, ну все, они расправляются, отсюда крики «спасите, спасите!» Но оказалось, что здесь уже кругом стояли все наши ребята и выдавали вот через это окно. У нас так неожиданно, прямо на первой линейке, перед первым сентября забежали. Нам погибло много? Вообще до этого 7 они, по-моему, расстреляли. Когда я в момент этого получила ранение, я это явно чувствовала, что больно по руке, больно в лицо. Я говорю, как же это больно. Потом я ничего не слышала, ни стрельбы, ничего, ни криков. Слышала только звон. Звон такой, вот как два хрустальных бока ударят только друг друга. Вот такой звон. И опять такая мысль, вот как же легко умирать. Оказывается, так легко. А в этот момент сын был подо мной. Видимо, с меня, когда кровь на него закапывала, он заверещал, мама, мамочка. И вот я раз вот от этого, что он это видит, и не хотелось, чтобы он видел вот этой крови, чтобы у него как-то это в памяти осталось. Я начинаю вот машинальное движение, руку поднимаю и прячу свое лицо. Прячу лицо, и тут я ощущаю, что кончиками пальцев, что я, кость у меня голена здесь. И все, и больше я не помню. Когда я очнулась, уже получалось, что были уже наши солдаты там. Ничего не вижу. Начинаю вытирать кровь. Да, я что-то уже вижу. Уже солдата так за ногу. А он так стоит возле меня и говорит, девочка, потерпи, потерпи еще. Я говорю, что я был здесь. Вот сейчас тебя вынесут. Сейчас будут носилки, сейчас вынесут. Я говорю, как уж приятное слово, девочка. Ее позвали, да? Вот. Думаю, я потерплю. Мужчина, передайте сюда просто. Вот там женщина, у нас есть тетя Маша. Мужчина, передайте сюда. Вижу, где они. Четверо где-то. Трое девочек и один мальчик Бориска. А у другой старшей дочке. Зеру не могут найти. Да, я же тебя убью, блин. Мы попросили вас о возможности, те, кто в силах это сделать, посетить этот морг и провести опознание этих людей, которые там находятся. У нас какая сейчас задача? Нам надо пока похоронить своих детей. Если вы хотите... А мы не находим кого-то хоронить. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok